Да, спасибо большое. Да, действительно, ребята сегодня показали хорошее движение. Был запал такой чувствовался, да. Понятно, что перед игрой я где-то сказал о том, что, ребят, когда мы начинаем какой-то определенный путь и ставим перед собой какую-то цель, ясно, что есть предстартовое волнение. Поэтому, конечно, это волнение чувствовалось, но я каким-то образом постарался команду успокоить именно с точки зрения, чтобы эти эмоции, вот этот запал предстартовый немножко, так скажем, погасить. Потому что я видел, что хорошая была неделя подготовки к этому матчу непосредственно, и ребята были заряжены. Поэтому, в целом, что касается того, что было на футбольном поле, помимо хорошего движения, было достаточно такого азарта для доставки мяча именно к воротам соперника и обострения ситуации. Забили голы, достаточно хорошие голы, но что очень важно, то, что мы на протяжении практически всего матча не теряли вот этот запал именно с точки зрения того счета, как развивалась игра. Было 1-0, нужно было забить, постараться второй гол во втором тайме для того, чтобы чуть-чуть успокоить соперника, скажем так, да, но 2-0, 3-0, и мы все равно держали в напряжении соперника практически на протяжении всего матча. Путем замен немножко освежили игру, да, вышли ребята, которые добавили, безусловно, нам агрессии добавили, и моменты, которые мы еще имели, и Душан Бакич, и Володя Хвощинский промахнулись из выгодной ситуации, позволяли нам контролировать ситуацию. В целом, я очень благодарен команде за сегодняшний матч, за тот настрой, который команда показала, да, именно и с первой до последней минуты. Вот, поэтому от начального и до финального свистка мы выполняли четко план на игру, хотя надо отдать должное сопернику, что соперник после того, как счет стал 2-0, все равно не смирился с поражением, да, и искал свои шансы в атаках, поэтому где-то были трудные моменты, где нам пришлось немножко и не просто в обороне, но в целом мы справились, считаю, заслуженно победили. Я уже говорил, что у нас хорошая конкуренция в линии обороны среди центральных защитников, то же самое, не исключение, да, поэтому мы ориентируемся исключительно на цикл подготовки перед матчем конкретным. Ну, и здесь мы видели то, что Рома, Рома универсальный футболист, он может и справа сыграть в обороне и центральным защитникам. Ну, сделали такой выбор и, наверное, не ошиблись. Опять-таки, это не говорит о том, что Руслан и Максим завтра не получат свои шансы. То есть будет неделя подготовки, и, естественно, что мы опять-таки будем делать определенный анализ, кто будет лучше готов уже непосредственно ко второму туру, да, к матчу со Славией. Вот, пока сработали хорошо в общекомандных действиях в обороне, естественно, что я не могу быть недовольным игрой в обороне, поэтому пока, как есть, и еще раз говорю, мы на всех ребят рассчитываем. Будем по их готовности определять уже стартовый состав. Да, что касается лимитчиков, давайте сразу я скажу свою позицию относительно вообще выбора состава стартового. Мы абсолютно не ориентируемся с точки зрения того, что существует этот лимит на молодых футболистов, да. Мы сегодня строим таким образом свою игру, чтобы и создаем ту конкурентную среду, которая есть в команде, чтобы те, кто заслуживает место в стартовом составе, выходили в старте, независимо от того, это возраст лимитчика или это возраст не лимитчика. Поэтому ответ на этот вопрос, то, что сегодня трое ребят 2002 года рождения, потому что они заслужили право быть на футбольном поле с первых минут. Ну, конечно, я не могу быть недовольным реализацией нашей нападающей. Для того мы и создаем голевые ситуации, для того, чтобы ребята завершали усилия всей команды. Но еще раз говорю, я уже неоднократно повторял то, что прежде всего мы ориентируемся на то, как мы создаем эти голевые ситуации. И здесь нельзя только, скажем, выделять кого-то из футболистов, кто именно завершает, забивает голы. И мы все-таки в какой-то степени ориентируемся на то, что ребятам говорим о том, что как команда создает, как мы подготавливаем эти атаки. Это заслуга всей команды и всех футболистов, которые находятся на футбольном поле. Поэтому не важно, кто забивает, важно, кто у нас, скажем так, создает эти моменты. Поэтому таким образом. Нет, абсолютно мы не обращаем внимания на наших соперников, которые играют до нас. У нас есть конкретный матч, конкретная цель в конкретном матче. Поэтому мы исходим исключительно из того, какую цель мы ставим перед конкретным матчем. Поэтому здесь абсолютно мы не оглядываемся, то, что происходит в матчах, которые перед нами играются. Поэтому наша цель только в нашем конкретном матче добиться успеха. Очень помогла. И я отмечал после той контрольно-учебной игры, которую мы провели с Ислачью, когда уже узнали именно жеребьевку чемпионата, то, что мы в первом туре встречаемся с Ислачью. Это очень информативно, потому что, к сожалению, недостаток информации перед этим матчем, конечно, нам вызывал определенную тревогу, потому что Ислач два последних контрольных матча провела у себя на базе. Естественно, что не было информации по этим матчам. Но в целом мы хорошо проанализировали тот матч, который провели с ними в подготовительный период. И скажу так, что мы были готовы как к одному варианту, так и к другому варианту введения именно с точки зрения тактической расстановки команды Ислач в конкретном матче. Но, как показала практика, видите, как соперник начал в одной схеме тактическую игру, а затем путем замены уже в первом тайме перестроился. То есть мы были готовы и к тому, и к тому. Значит, выводы были сделаны хорошие, проанализирована команда, раз добились результата, значит, все правильно, сработала команда.